Рыбаки люди не только терпеливые, но, судя по всему, бесстрашные. В среду в областном центре прошел рейд по проверке соблюдения правил безопасности на зимних водоемах. В парке Харенка даже визуально лед непрочный. Но это, как и таблички, запрещающие выход на него, не стало для рыбаков поводом отменять свои планы. На реке несколько человек. С каждым спасателем предстоит провести профилактическую беседу. Каждому грозит штраф. Выход на лед у нас предусмотрен законом Ивановской области об административных правонарушениях в статье 5.7 закона. Значит, данным законом предусмотрена административная ответственность за нарушение требований, прописанных в этой норме, и предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 700 рублей. На юридических лиц максимальная сумма штрафа может достигать 20 тысяч рублей. Видимо, риск для жизни и здоровья дополнительный азарт для рыбаков. Штрафы их не пугают. У моста на полу большевикова, рассказывают спасатели, лед самый коварный. Даже если на одном участке он толстый, в нескольких шагах может оказаться промойна. Все из-за ТЭЦ, расположенной выше по течению. Но и на других водоемах ситуация не лучше. Морозов, как таковых, еще не было. Из-за дождей лед постоянно подтаивает. В результате пористая структура и опасность пролома. Пока не ударят морозы, выход опасен. Доказательство тому – участившиеся в последнее время несчастные случаи на водоемах. На территории городского округа Иваново произошло происшествие. Мужчина с 1948 года вышел покататься на коньках и угодил в место, где как раз-таки тонкий лед провалился и провал привел к трагическим последствиям. Также совсем недавно в городском округе Шуя женщина точно так же в темное время суток, тем более еще, вышла также покататься на коньках и точно так же угодила на то место, где лед некрепкий и также привело это к трагическим последствиям. А в прошлое, не в это, а в прошлое воскресенье произошел отрыв льдины на территории Горьковского водохранилища в районе деревни Обжериха, где вместе с рыбаками. Это все говорит о том, что лед сейчас недостаточно крепкий, чтобы выходить на него. Пусть то с целью покататься на коньках, либо же для занятий под ледным ловом рыбы. Безопасная толщина льда не менее 25 сантиметров. Это в том случае, если нет запрещающих знаков на берегу. Пока на водоемах в городской черте толщина варьируется от нуля до 18 сантиметров. В таком случае улов может стоить жизни. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.